Приветствую всех на канале! Меня зовут Лёха и в прошлом году я поставил себе большой двухэтажный дом из газоблока. Ну а в начале этого строительного сезона я спешу поскорее закончить черновую чистовую отделку, чтобы уже этот Новый год встретился в своем собственном доме. Ну, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, на момент выхода ролика я пока устал закончить только первый этаж. Второй этаж я тоже буду штукатурить, но это будет уже, скажем так, поопытнее, побыстрее и зимой в тепле. Сейчас спешу поскорее сделать коммуникации, чтобы зимой было о чем снимать. Ну, первым делом, естественно, покажу вам все свои стены. На них еще не стоят ни маяки, ни грунтовка, ничего нет. Они нулевые. Единственные, которые там были дырки и отверстия, я запенил. Видите, все здесь глухо, все здесь сухо, ничего здесь нет. Первым делом, с чего я начал свое постижение штукатурки, это с очистки стен. Перед началом стен, естественно, я все стены очистил от пены, от опилок, но после толки пилил выше расположенный этаж, от цемента. То есть, во время строек со второго этажа падал не только я, инструменты, также еще падали растворы, опилки, доски, саморезы. Все это осталось в стенах. Все это удалил, в дальнейшем уж штукатурки было более лучше отбезы со стеной. То есть, более на ней все лучше держалось. Но, как выяснилось, это еще не все. Первым делом, нужно найти грунтовку и валик. Валик мы нашли, а вот грунтовки меня не было. Из того, что есть на видео, у меня были только бетоноконтакт и... Какого-то еще назвать помягче, и ничего. По инструкции, бетоноконтакт разбавляется 1 к 5. То есть, если ведро на 10 литров, разбавить нужно его водой. То есть, долить 2 литра, чтобы получилось 12. Прочитав инструкцию, я сделал из одного ведра 2. У меня канал бюджетный. Естественно, я могу не хвалиться, а чисто экономить, как считаю. Поэтому я из одного ведра делал 2, а то и 3. Суть грунтовки бетоноконтакта такова, чтобы покрыть поверхность некой пленкой, после которой при несении штукатурки, либо шпаклевки, влага, которая есть в растворе, не уйдет в стену. Скажем так, был один неудачный опыт. Я забыл, кисту забыл, ничего не проверял. Забыл прогрунтовать стенку и поштукатурил ее. На следующий день она вся потрескалась. Грубо говоря, каждые 15 сантиметров, то есть, в радиусе каждые 15 сантиметров, были трещины. Спросил я у мамки, она отработала 20 литров штукатуром, почему так. Выяснилось, что просто газоблок забрал всю влагу себе. И стены все потрескались. Поэтому грунтовать, либо, как я, бетоноконтактом, покрывать обязательно. Бетоноконтактом работать немножко сложновато, чем с грунтовкой. Грунтовку просто макаем и наносим. А вот бетоноконтакт, если его наносить так, как написано на инструкции, то очень большой расход. Буквально ведро на комнату 11 квадратов не хватит. Там полтора ведра выходила. Зато после высыхания получается, как язык у кошки. Он очень шершавый. То есть, такой поверхностью, в принципе, будет все держаться. Честно говоря, результат меня сильно удивил. Грунтовка такого эффекта не дает. Но грунтовка стоит раз в шесть дешевле, чем бетоноконтакт. Вторым шагом было, это я учился намешивать раствор по штукатурке. Брал ведро, ПВА-клей. За этим всем следила моя мама. У нее 20 лет стажа. Поэтому первым делом я наблюдал. На штукатурке стен она меня не допустила. Да, тут еще были некоторые непонятки. Но о них позже. Переходим к моему непосредственно опыту. Первым делом я наблюдал. То есть, всю кухню. Вот сейчас в кадре работает моя мама. Всю кухню она пошпаклевала сама. Ой, поштукатурила. Попытки отнять у нее шпатель и провила могли закончиться моими тяжелыми увечьями. Поэтому я спорить не стал. И просто наблюдал и подавал раствор и замешивал. И наблюдал, как нужно работать. Со стороны кажется, что ничего простого нет. Накидываем штукатурку. Потом все тянем провила. Но одно дело посмотреть. А второе дело намешать этот раствор. Подняться, подойти к стене, накидать, пробовать, сделать что-то подобное. Это не то, что две большие разницы. Это почти непередаваемое ощущение. Во-первых, дешевая штукатурка. Вот вы сейчас смотрите, да? Она еще и пахла чем-то. Чем-то непонятно. Второе, это правило. Большое правило. С ним удобно работать. Но по правилам штукатуров, чем длиннее правило, то есть чем дальше маяки друг от друга, тем наравнение. Но об этом сейчас я все подробнее по полочкам. Итак, первым шагом было, я был подсобником, учился месить раствор. Как выяснилось, месить его перфоратором не очень-то легко. Пока я замешивал ведро 20-30 литров, мама вырабатывала весь раствор. Поэтому я едва успевал таскать. Все-таки 20-летний стаж дает о себе знать. Вторым шагом мне позволили поштукатурить одну стеночку на кухне. Уже по выстанным маякам. Навел раствор. Навел его первый раз очень жидкий. Когда я накидывал раствор, если это можно назвать накидыванием, раствор постоянно сползал. То есть раствор он был делать погуще. Но тут не все так однозначно. Если раствор слишком жидкий, то он плохо прилипает. Хорошо прилипает, он стекает. И после того, как потянули провилом, нужно через каждые буквально 3-4 минуты постоянно поправлять провилом еще раз тянуть, потому что он сползает потихоньку. Если вы провели только один раз и отошли, и пьете через час, то у вас стена будет волнами. Откуда я знаю, это я уже понял в процессе работы. Ну а второе, это если раствор густой, то он не эластичный. Это во-первых. А во-вторых, если у вас провила, как у меня, двухметровая, то очень сложно его тянуть. Поэтому первым, чему я научился за 40 квадратов стены, это накидывать раствор. То есть работать с провилом. Пока еще было непонятно, как оно то падало с провила на пол, то не хотелось стекать в ведро. Поэтому первое, что научился, это бросать. Да, кстати, бросать, оказывается, тоже нужна наука. Если бросать слабо, то раствор не прилипает. А если сильно, то раствор надо скребать со стены соседней, с пола и с лица. Поэтому приходится, скажем так, на ходу учиться. Поэтому второй этаж я уже буду более-менее, скажем так, опытный. Да, к тому же, все зависит от кривизны стен. Если у вас стена будет толщиной 2 сантиметра, я вам соболезную честно. У меня такая одна стена была. Вы вырабатываете ведро, вы тянете провила, а работы почти не видно. Но все уходит. Ну, с набрасыванием закончили. То есть набрасывать научился я, скажем так. Нужно бросать среднее, среднее, качество, скажем так, раствор. Вторым делом, я учился носить маяки. В маяки тут ничего однозначного, скажем так. Я после того, как работает мама, и видел, как нам было неудобно их ставить. Поэтому я додумался для чего. Я просто поставил уровень к стене и по уровню просто проводил линию, чтобы по этой линии потом накидывать раствор. То есть по прямой линии накидываем раствор и ставим прямой маяк. Все простенько и удобно. Ну, в принципе, до этого додуматься может каждый. Это кому как. Наверняка молеры, которые с меня смотрят, так это и делают. То есть это ничего нового наука не открыла. Второе, что интересно, это, как я уже говорил, это установка маяков. У штукатурок, как сказала мне мама, есть негласное правило. Чем дальше маяки друг от друга, тем ровнее стена. Если на 4 метров у вас будет 4 маяка, то стена будет кривая. Как бы вы ни старались их выровнять под одно. Если на 4 метров вы будете тянуть 4-метровым правилом, но, естественно, не одни, то она будет максимально ровная. Но на 4-метровой стене я использовал не 4 маяка, либо 5, а 3. Ну, чтобы, то есть, такой объем я просто не вытянул физически. Что касается выставления маяков, еще одна фишечка, чисто моя, чисто бюджетная. У меня было два уровня, новый и который после падения. Так вот, стены я выставлял именно по тому уровню, который показывал меньший расход штукатурки. Поэтому, если вы приходите ко мне в гости с уровнем, я вас просто не пущу. На глаз, что стена возможно там на 2-3 мм, отклонена. Вы, конечно же, никогда не увидите, не поймаете. Даже на сантиметр вы не увидите. Но, сэкономить неплохо так. Вы, конечно же, сможете. Видите, ночная смена, здесь не помогает жена. Пока ребенок спит, мы ставим вместе. Она контролирует низ маяка, я вверх. Ну, скажем так, широкие стены более-менее ровные. А вот, которая построил из обрезков, ну, такие себе. Кое-где раствор доходил до 2 см. Слава богу, такая была только одна стена. В основном, сантиметр 1 на 1, которые большие, то есть, 40 см стены, там был расход буквально 0,4-0,5 мм. Ну, то есть, столько же, сколько толщина самого маяка. Маяки, естественно, нужно удалять. Откуда я знаю, я в конце видео, если не удалил, покажу. У меня маяки, которые долго не удалял, они стали ржаветь. Ну, маяки выставили, переходим к следующему пункту. Набрасывать, вот, я тоже научился, более-менее. Готовить раствор, я тоже научился. Это тянуть правило. Тут, в принципе, ничего сложного нет. Накидывать нужно местами. Откуда я знаю? Ну, потому что, если накидать очень много, то к концу малярных работ вы будете как супермен. Потому что, так, представляете, как сложно тянуть раствор, который слегка подсох, трехметровым или четырехметровым правилом. То есть, с каждой, скажем так, в сантиметр нагрузка прибавляется, это нужно все ровно тянуть. Если правило слегка напланировать вперед либо вниз, то между маяками будет не ровно, а блюдце. То есть, если тянуть не ровно, сам, само правило, оно прогинается. Об этом я узнал, естественно, в процессе работы. Поэтому пришлось несколько раз накидывать. второй пункт это раствор. Если мягкий, то оно переливается через правило, и это все остается на полу. Если раствор густой, жесткий, то оно не тянется, и приходится еще раз докидывать. Поэтому нужно искать золотую середину. А как и добился этого, оказывается, в году молеры добавляют клей ПВА. Благодаря этому раствор более-менее долго живет. А вот работать метровым правилом одно удовольствие. И не тяжело, и комфортно. Как только мы с моим этим научились, можно приступать обучать юнцов. Поначалу смешно смотреть, но я, в принципе, начинал так же. А если вы будете сидеть и хлопать лицом, то ваш напарник накидает в раствор еще и на лицо. Но вдвоем работать всегда веселее и быстрее. Поэтому пока спить ребенок дневной режим нам не помогало и ночной. Естественно, за эти 2-3 часа, которые мы работали вместе, мы делали больший объем, чем я делала за 4 часа после работы. Приходится работать большим правилом и очень удобно, когда напарник тянет одну сторону, а ты тянешь другую. Так получается более-менее комфортно. Естественно, намешал раствор тоже я. Жена помогала мне накидывать. В принципе, где-то 2 недели ушло на то, чтобы не спеша потихоньку по выходным и после работы штукатурить всю площадь на первом этаже. Естественно, сколько чего ушло в конце видео и все это вам покажу, расскажу. Возможно, вам это поможет посчитать. Ах да, кстати, самое главное это не пытайтесь купить дорогие шпателя. они отлетают только так. Они ломаются либо если вы сильно замахнулись раствор был густой отлетает железка либо если раствор был как бы так по-мягче выразиться не то чтобы густой когда уже жесткий и начинаете помешивать там ручка отлетает только так я использовал дорогой шпатель у меня ручка загнулась и резинка осталась в руке а шпатель остался торчаться в ведре но теперь рассказываю как я готов раствор извиняюсь ошибочка бюджетный раствор я не стал покупать цементную штукатурку а купил нечто среднее между гипсовой среднего качества и отличного качества на ведро воды 15 литров я добавлял клейп лапа по вкусу 5 килограмм ротбанта и целый мешок волны то есть из среднего и хорошего среднего и отличного качества я получал нечто типа хорошего качества ну что скрывать ротбанд у меня был а волну я закупил то есть на один мешок волны 5 килограмм ротбанд в принципе как это вот помягче консистенция и вот то что получалось меня более чем устраивало раствор получался тянучий живучий и работать с ним было в принципе комфортно поверьте работать гипсу штукатуркой комфортнее чем цементного раствора замесили принесли но теперь можно накидываем дальше да естественно вдвоем получается быстрее в основном когда вы работаете один все время вас будет отнимать это замешивание вот из всех впечатлений штукатурин стен мне только одно впечатление это замешивание раствора раствор уходит быстро а накидывать и потянуть его правилом быстро работал даст уже спрашивайте работаю ли я если работа откуда время работа естественная работа как видите очень много видео у меня с ламповым освещением это работа вечером то есть я прихожу после работы время где-то пол восьмого восемь и до полдвенадцатого а то если хорошо пошло до часа ночи я работаю в десять часов ребенок ложится спать и на помощь приходит супруга ему уже этот раствор неважно раствор электрика доски мы накидываем вместе у нас сейчас в планах немножко поднажать и уже этот новый год встретить в своем собственном доме об этом я уже говорил на начале видео но постараюсь поэтому мы стараемся побыстрее успеть поэтому как бы так помягче выразиться и башем в четыре руки да денег не хватает но работать надо поэтому все работы выполняем сами какую сумму сэкономили можете представить в среднем по Москве именно в среднем я не говорю сколько это в среднем берет берется человек сделать комнату 11 квадратов с потолками два с половиной поштукатурить пошпаклевать покрасить в среднем где-то 30 вот посчитайте у меня на первом этаже три комнаты по 12 квадратов это 90 тысяч плюс зал санузел коридор ну где-то 150 готовки но зачем мне такая это без материала только работа поэтому естественно я отказался делаю сам да возможно где-то не специалист но то что сделано хорошо это понятно потому сделаю для себя я соблюдаю все почти нарекания и рекомендации использую грунтовку использую не самую дешевую цементную стукатурку у меня все инструменты есть каждая стена выдерживает необходимый срок маяки все удаляю то есть в принципе все ровно дастать не забудьте удалить маяки они прожаряют потом это не понравится но маяки мы используем естественно самые дешевые да надо сказать это как же не забудьте заделать трабу это очень важно да вот в конце хотел вам показать к сожалению меня этого нет после окна поштукатурили первым слоем штукатурки потом еще нужно большим шпателем вот так вот стены выровняли показать вам я этого не могу почему потому что когда были стены готовы под выравнивание жидкой штукатуркой я был на работе но приехала моя мамка и все это сделала вот так выглядит выровненная стена уже растертая а вот так нет ну что ж ну а теперь переходим к подсчетам так ну что ж что касается подсчетам по порядку грунтовку брал я среднюю цену то есть не самую дешевую где-то по 300 рублей канистра то что на канистре написано расход 100 грамм на квадратный метр а то и на 10 можете этому не верить уйдет у вас полтора раза больше поверьте особенно если у нас стены из газоблока либо кипяча у меня ушло 4 канистры то есть это 1200 рублей маяки маяки то есть ставил не каждый метр где-то по 2 подоснования метра но все равно немало маяков мне нужно было 80 штук 2 400 на маяке шпателя шпателя при таком большом объеме уходит как перчатки то есть я сразу взял партию 10 штук и как мне кстати мне не хватило поэтому я их еще докупал 3 штуки шпатели 50 рублей недорогие итого 650 рублей на шпателя провила провила сначала купил метровый и двухметровый потом докупил еще полутораметровый и двух с половиной метровый то есть всего в итоге у меня ушло 4 провила пока еще не все не поломал стоят они по-разному но общая стоимость 1800 рублей на провила они вам тоже приходятся ну и штукатурка самая дешевая душманская стоит у нас по-моему 210 рублей самая дорогая это у нас роддон стоит 430 рублей я брал среднюю за 305 рублей поэтому у меня ушел 61 мешок на весь первый этаж в среднем получается со всем со всех со всеми со вся учетами всех моих кривых стен где-то 3 квадратных метра уходило на один мешок общая сложность всех потраченных средств как бы так мягко выразиться на штукатурку в этом видео ушло 25 тысяч плюс-минус там 200 рублей мог ошибиться как итог на внутреннюю отделку с начала этого сезона у меня ушло 154 тысячи уже а как итог всего вбухана в дом с учетом фундамента без покупки участка миллион 234 тысячи ну с участком просто накидываем миллион вот и все всем спасибо за просмотр сам был самостройщик Леха поставьте пожалуйста несложно палец вверх но мы с вами увидимся до следующей недели либо чуть попозже как ляжет карта всем счастливо пока-пока до сих пор 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 до сих пор